Доброе утро! Я вообще что не выспалась. Короче, в 3, в 4 и в 6 просили поесть, поэтому я как-то не очень сегодня такая, знаете, бодрячком. Но сейчас ничего, догоним. Что касается тортика, пойдет он у меня в мусорник. Я вчера еще вечером его взяла, поставила в морозилку на часик, понимаете? Я в итоге только утром сегодня вспомнила. Ну, типа мороженое получилось, наверное. Сейчас буду пробовать, но, скорее всего, я его выброшу. И так жалко, в печенье полпачки масла вбухало, сколько желе, блин, ушло, в йогурт. Ну, короче, такое, блин. Потому что мало желатина. Я добавила пол столовой ложки, мало, надо было пачку все длить, блин. Вот такая вот фигня получилась, вот такая в разрезе. То, что вы видите в середине темное, оно должно быть вверху ровным словом, надо было подождать. Так что, скорее всего, это последний тортик такой, который я делала. Ну, вот. Кто тут еще есть просит? Сейчас дам. Доброе утро, скажи, девчоночки. Я тут щеки наел за ночь, еще больше. Все. Иду, иду. Каша рисовая будет холодная у меня. Как же он перед сном выкаблучивается. Ой, я тоже такая в детстве была, и не только в детстве, короче, я тоже борюсь со сном до последнего. Приготовила себе кашу рисовую с маслом и сахаром. Ну, я ее промывала несколько раз, поэтому она мне не воняет тряпками. Знаете, рис как бывает, гнилыми тряпками воняет. Это ужас какой-то. Всегда промываю. Девочки, которые мне пишут про басмати, сорт риса, да, вот, ну, вид. Он такой для плова. Он классный, типа, нелипкий. Вот он классный такой, нелипкий. Девочки, что было, то и купили. Когда началась война, в магазинах не было практически, не то, что практически, в некоторых вообще ничего не было. И я испугалась то, что все, не круп, ничего, не будет никогда уже все. И то, что видела, брала. За любые деньги, это мы накупили рис, запасы понаделывали, короче. Мы думали, что ничего не будет. Вот. И рис сам этот дешевый, круглый. Не круглый, он даже, ну, даже круглый, он не такой. Понимаете, я его варила по-разному. И вот неважно, как вы его варите, все равно он получается внутри жесткий, а сверху получается просто каша. Он моментально выбрасывает крахмал, моментально превращается в кашу. Ну, так, в принципе, рис и есть каша, да. Но внутри вот это вот зернышки, ядра вот эти, они сами по себе очень жесткие. Короче, мне он не нравится, поэтому я его два раза промывала, то он более-менее. Я очень люблю своя линия рисов в упаковках картонных, в АТВ продается. Пропаренный, шлифованный, по-моему, обожаю его. Но шлифованный же, знаете, да, говорят, что не очень полезный. А не шлифованный рис я тоже покупала как-то в свое время. Он именно коричневый, не шлифованный. Но, блин, какой он невкусный, капец. Он такой вонючий, жесть. А этот более-менее, потому что промывала. Так что, да, всем доброе утро, всем хорошего настроения. И чтобы вы были более-менее не такой, как этот тортик. Блин, так обидно. Вы знаете, мне не стыдно признаться, что у меня не получился тортик. Вы помните, как у меня до родов вообще все получалось идеальненько? Пирожочки, разные там булочки, все. И чай с ромашкой сделала тоже. Я во время беременности ромашка обходила стороной, потому что врачиха сказала, что травы нельзя никакие пить. А сейчас пью. Давай, спи, давай. Спи, давай. Ой. Спи. Спи. На мой кота на палочку и веки. Я сейчас с тобой засну, малой, давай. Зайтик, спи. Вот так вот. На самозасыпая. У меня тушь, у меня тушь новая. Я ее вчера плохо смыла, только чайник, как будто я всю ночь гуляла где-то. У меня глаза красные от того, что я не выспалась. Тушь под глазами. Короче, проснулась, знаете, такая девочка. Припевочка. Овертайм. Это капец. Девочки, я думала, вы шутили по поводу холодного кофе. Холодная каша. Иду греть, потому что кормила. И вот через некоторое время опять. Спи, спи, давай. Спи. Спи, сказала. Спи. Спи, сказала. Спи, мамка спать, Тотя будет. Всем привет. Мы поспали. Нормально так поспали. Два захода. Вот, просыпались на кормежку. Вот, то есть сейчас уже половина второго. Сейчас будет уже у него следующий сон. Но я уже ложиться не буду. Хотела вам ответить на вопрос. Ответить на вопрос, Карина, чем ты моешь голову? Чем ты пользуешься? И из косметики чем пользуюсь? Девочки, ну, я вообще, если честно, особо не ухаживаю. Ну, я не знаю. Ну, как-то просто все на автомате происходит. У меня нет каких-то специальных средств, которые я специально сейчас использую для того, чтобы там кожа стала лучше или еще что-то. Я сейчас покажу, чем я мою голову. Вот, последние, может, несколько месяцев я мыла голову вот этим вот шампунем. И такой же бальзамчик. Бальзамчик выбросила уже. И шампунь, как видите, заканчивается. Кстати, надолго хватает его. Вот. И все. Я даже особо маски никакие не использую, хотя у меня их очень много. Разных классных масок еще там в запасах стоят. Но я ими не пользуюсь, к сожалению. Вот у меня еще масочки, которые я не использую. Ну, это банановые нужно, кстати, закончить, наверное, в следующий раз. Сейчас нанесу, немножко подержу на голове. Вот. У меня еще есть вот такие продукты, которые нужно доиспользовать тоже. Их вообще, если честно, забыла, но не очень классные. Это именно биоэликсир. И о них сто раз, тысячи, миллионы говорила в Инстаграме. Не только биоэликсир. Именно для волос офигенные продукты. Там серии разные. Для лица, несмотря на то, что у меня тут много всякого, пользуюсь только вот этим вот. Это умывалка для лица, для проблемной кожи Нормодерма Твиши. И ею же я смываю косметику. Очень редко, но было вот недавно, наносила маску Иссентри, потому что ее уже нужно закончить. Я ее буду уже, видите, отрезать, разрезать и там доиспользую. Вот такие дела. Еще из масок мне нравится, конечно же, вот это вот Эфеклар. Нарось популярная маска, известная. Вот, тоже многим подходит. Этот пилинг мне нравится, но его тоже не использую, хотя нужно закончить. Я хочу вот это вот заканчивать все и потихоньку вот выбрасывать. Каждый раз, когда выношу мусор, какой-то продукт, который закончила, мне прям аж радостно. Потому что, видите, так все стоит, но полностью места толком нет. Вот, следующий шампунь, например, который я буду использовать, здесь у меня еще запасы косметики, это вот такой вот шампунчик. Мне присылали на обзор и познакомиться с продуктами. Этот оранжевый мне очень понравился. Этот тоже я пробовала один раз. Очень даже неплохой, но нужно же попробовать несколько раз, чтобы точно сказать конкретно. Поэтому буду скоро открывать. Так, что касается косметики, наношу я вот такое вот средство с SPF, это от Миша, он уже тоже заканчивается. Потом наношу я тон от Ламель. Потом наношу пудру Лореаль. Вот такая вот, на кисточку наношу. Тут есть еще такая губка, но мне больше нравится кисточкой. Вот, тени тоже Лореаль. Сейчас покажу вам. Вот этот оттенок мне больше всего нравится. Вот этот вот. Могу еще вот эти добавить сверху. Ну, иногда уголки могу там затемнить этим или этим оттенком. Потом консиль, это то, что мне Крис подарила, камуфляж Катрис, кстати. Я уже вижу, что они есть у нас. Раньше, не знаю, как это было сложно найти. Есть у нас, можно идти на мейкапе, купить, заказать в оттенке 10. Кому интересно, уже рекомендовала, мне нравится. Потом эту тушь тоже мне Крис в Германии привезла. Rival Me, по-моему, так называется. Если не ошибаюсь, если правильно прочитала. Ну, короче, неплохая тушь. Щеточка там хорошая. Чек-чок. Это у нас румяна. Мне они очень нравятся от Опью. Это корейская косметика. От Опью офигенные румяна. Вот, смотрите. Я их уже почти заканчиваю. И здесь тоже и контуринг, и румяна. Сейчас. Вот. Это у нас забал. Ну, а брови я вообще ничем не подвожу в последнее время. Вот они у меня такие есть по жизни. Я даже их не красила толком. То есть, это мой черный такой угольный цвет бровей. Это мой родной. Улибака. 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 Боже, он такой уже улыбается. Он уже такой, ой, не могу. Юра вчера с коляской как побежит. А у него глаза большие. И ноль массово у нас, говорят. Не знаю, как у вас. Ноль эмоций, короче. И Юра говорит, я уже жду, когда он будет уже ржать, смеяться во всю. Когда будут бегать с каким-то великом. Ну, тоже мы ждём, чтобы он был подвижным. Мы просто сами по себе активны. И я активная. Поэтому, ой, Владислав Юрьевич, вам не стыдно? Вот это вам не сорвано? Извините, ребята. Но ждали, ждали. Мы такие моменты ждём очень-очень часто. Диа мой хорошей. Я никогда не могла подумать, что я буду так радоваться пукам. Я же хочу вязать плед, кстати, из такой вот нитки. Мне очень нравится. Блин, только вот, смотрите, есть два узора. Вот такой вот. Это обычный. Или же вот такой вот. Мне этот второй вроде больше нравится. Как вам? Напишите, смотрите. Когда он будет в таком большом объёме, то будет как такая мелкая сеточка красивая. Вот. Ну, если ещё несколько рядов сделать, то будет более понятно. Это я вязала крючком. Вот, хочу такой плед. Именно вот эти нитки меняются по цвету. Блин, а как они называются? А, есть, 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 по-моему, да, вот это. Если не ошибаюсь. Вот название. Продолжение следует...